Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров 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 А.Егорова Яровые зерновые, конечно, дают в этом году лучше. У нас порядка 50 центнеров идет. Но за счет них и поднимается урожайность. Уборка сбожа на предприемстве занимается шесть экипажей комбайнов и пять одинок техники перевозят зерни. За всем справляются оперативно. Не глядясь на то, что коллектив переважно складается с молодости до 35 годов. Усе мое достатково в опыту и жадане быть сирот передвеков. Так, у лику первых тысячников по дневах, а два экипажа комбайна, у один зяких молодежный, а так само один молодой водитель. Разом с ними есть еще один молодой водитель-тысячник с Ксупу Рыцкая. Работаю около пяти лет. Это уже третья уборочная моя, в которой становлюсь тысячником. В чем ваш секрет? Почему вы тысячник? Старания, стремления. Друг другу постоянно помогаем. Урожай нормальный. Может быть, даже в этом году побью рекорд свой. У лику ознагородженных шесть человек. Яны отримали подзеки, грамоты и подарунки от Министерства сельской господарки и харчеванья, Белорусского профсоюза работников агропромыслового комплекса, Гомельского ревиканкамы и Союза молоди. Тысячники отримали символичные знаки лидера уборочной кампании 2020. Мы с радостью всегда чествуем наших передовиков, наших тысячников. Есть достойная смена, есть достойный коллектив. И в целом достаточно хорошая подготовка, организация уборки позволяет нам иметь темпы, их не снижать. И, конечно же, приложить необходимо все усилия, чтобы все до зернышка поднять, собрать и положить в закрома. Дорога, по темпах жнива наш регион сейчас лидер Украины. Ганна Корольчук, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». И в протяге темы. В этом году «Аблвыконкам» мае намерно быть и накеровать у сельгазпродприемства региона 20 газомоторных комбайнов. У першиню такая техника вышла на палетке в минулом году. Их апробация проходила в Гомельском районе. Наши корреспонденты ознайомилися с плюсами новой распроцовки «Гомсельмаша». Новые газомоторные комбайны у акционерное товарыство «Гомель Абл Агросервис» привезли на пяры до дни. На предприемстве перед отправкой у господарки яны пройшли техничное обслуговывание. Правда, неких значных работ не проводили. По словах специалиста у Агросервиса, это вельми добрая и надейная машина. До того ж, вельми комфортабельная. У минулом годе газомоторные комбайны проходили апробацию на палетках Гомельского района. Все лета такие машины отримают так само господарки Дубружского, Будокошалевского, Ветковского, Речицкого, Ельского и Калинковицкого районов. Причим на место их доставят специалисты «Гомель Абл Агросервиса». Предложили новую виду услуги. Наши специалисты перегонят комбайны непосредственно в само хозяйство. И там на месте передадут механизаторам с обучением дополнительным, с какими-то консультациями, чтобы комбайн непосредственно уже сразу же ушел работать в поле. Они заправлены, они обслужены, они готовы работать и выполнять свои функции. Покули газомоторные комбайны выкористовываются только у Гомельской области. Яны, прикладно на 7-8%, дорожайшие за звычайные аналоги, але дают значную экономию на палеве. Коли на дизеле затраты на уборку одной тонны сборжа складают 8 рублей 20 копеек, то на газе 3 рублей 30 копеек. Причим одной заправки хапая на 10 годин працы. Заправка происходит рано утром, в то время, когда еще нельзя работать в поле. И, естественно, поздно вечером, когда уже комбайны становятся, прокрашают свою работу. Поэтому здесь, именно как заправка, это не лимитирует наших работников. Обновлением техничного парку Аблвыконкам мая намер займаться и далее. Причим разом со звычайными у господарки будут поставляться и газомоторные комбайны, что дозволит повысить темпы уборки и снизить нагрузку на технику. До речи, постанье на сегодняшнюю ранницу зерневая культура на Гомельщине были убраны на 40% площадью. Агульный намолот – амаль 400 тысяч тонн. У нас большое количество комбайнов, которые сегодня стоят. Это уже комбайны техника под списанием. Мы уже разработали, написали. И восстановление очень дорого затратное. И вот сегодняшний день показывает, что если правильно организовать работы, то той техники, которая у нас на сегодняшний день есть. И если мы, надеемся, не будем забегать вперед, в следующем году нам удастся еще проработать покупку комбайнов, то будет намного проще и быстрее. Потому что все равно нагрузка на гектар, на комбайн уборки, по раду району заходит до 350-370. Это много. Аликсин Сюров, Алина Василюк, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в Гомельской центральной городской поликлинице ушановывали медиков и всех, кто зарабил укладу развитию аховы здоровья. Перед, когда пандемия COVID-19 находилась на пику, особливый этап у житей медицинских работников. И он был складанным, а лепры этим новые обставины подштурхнули до новых вышинь. Об головных достижениях в Галине за последние месяцы – наступный сюжет. Гомельская центральная городская поликлиника – уникальная не только для региона, а и для всей страны. Это одна установка первичного звена с такой мощной диагностичной базой. Сегодня она собрала медиков из всего города – тех, кто достойно проявил себя во умовах пандемии. Когда ты занят своим делом и увлечен своим делом, то, конечно, ты про награды не думаешь, это я точно могу вам сказать. То есть ты делаешь, выполняешь все задачи, которые перед тобой стоят, и стараешься сделать все как можно лучше, уютнее и комфортнее. А награда – это уже второстепенно, на мой взгляд. Сяроду знагородженных так само представники будовничьей сферы – люди, які допомогли ожитить один из самых масштабных проектов оховы здоровья за опошние годы. Таким чином городские улады имкнулися подяковать людям, яких объеднала одна мета – развитие медицины. У планах далейшее поляпшение материально-техничної базы медицинских установ и новые проекты. Сейчас ведется разработка документации по реконструкции оперблока в Третьей горбольнице, строительство пристройки больницы скорой медицинской помощи. Так само есть добрые новины для ЖХРО у микрорайона «Кристалл». После реконструкции одного из домов тут появится дитячая поликлиника. Городские улады означают – развитие медицины, процесс складаны или постоянны. Миколай Скинтиян, Андрей Иванов, телерадо и компания «Гомель». Темчасом в Минску шановывали переможцев 12-го республиканского конкурса «Жанчина года-2019». У пяти номинациях хлебшими признаны 38 белорусок. Им уручены дипломы и знак-символ «Васильковая жарптушка». Сирод ее уладальниц и представницы Гомельской области. У номинации «Поспяховый керавник» отзначены старшиня Мазырского райвы Конкама Олена Паулечка и прокурор Рогачевского района Светлана Чуяшова. У номинации «Лидер Белорусского союза «Жанчин»» лепшей названа Вольга Белош, галон и редактор районной газеты «Хойницкие новины». Керовник народного клуба «Прометей» Гомельского городского центра культуры Лидия Яловая отзначена у номинации «Духовность и культура». Актриса Гомельского державного театра «Лялек» Надея Никитина стала переможцей у номинации «Матярынская слава». Людмила Кашавенко, начальник вытворчасти консервового цеха «Ксуп» Брылева, перемогла у номинации «Госпадыня села». А кроме того, на церемонии отбылось ушанование медиков за самоданную боротьбу с коронавирусом. Среду знагородженных медсестра отделения анестезиологии и реанимации Гомельской областной инфекционной клинической больницы Олеся Грышаева. Коллектив областного управления следчего комитета протягивает доброчинную деятельность у подтримку медустанов региона. У якости подарунка больше, як 40 автомобильных шин, які ранее знаходилися у материальном фонде комитета. Да, гэтага следчая передали медикам 91-ок компьютерной техники, а так само маски и антисептыки. У следчим комитете спадяются, что таким чином допамогуть урачам умоцовать материально-техничную базу, и накеровать резервы на больше важные справы. В связи с тем, что в следственном комитете в настоящее время не эксплуатируются автомобили с таким типоразмером шин, которые мы привезли сюда, поэтому руководством управления следственного комитета было принято решение передать медицинским территориальным учреждениям автомобильные шины для дальнейшего использования их на транспортных средствах медицинских учреждений. Мы очень благодарны управлению следственного комитета за то, что они оказали нам эту помощь. Эти покрышки крайне нужны нашим медучреждениям. В настоящее время в учреждениях в области имеется 186 автомобилей марки «Жигули», и при получении этих колес будет сделана разрядка, и эти колеса получат и городские учреждения, и областные учреждения, и центральные районные больницы. Оранжевый уровень небеспеки объявлены в регионе на 29 липня за на больницы моцного ветра. При этом температура поветра перевысит от знака у плюс 30 градусов. Однако синоптики попередживают, спекота будет совсем непротяглой. После моцных ночных дождей в четверг слубки термометров покажут усяго плюс 22-24. Невеликие опадки и до 22 тепла будет в пятницу. Моцные дожды от 12 до 14 тепла в ночи, и каля 20 в день чекается на выходных. Это и так само иншие новины. Информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Усех у добрых, и до новых встреч у эфиры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Страшный сон автомобилиста. Под Калинковичами перевернулся прицеп лесовоза. Бревна оказались на проезжей части и ограничили на этом участке движение транспорта. Фотографии последствий ДТП появились накануне в социальных сетях. ЧП произошло в непосредственной близости от пешеходного перехода. К счастью, пострадавших нет. Сгорел за считанные минуты своего автомобиля. Сегодня утром лишился пенсионер из Рогачева. Машина загорелась в половине пятого на улицу Полевой. Хозяин вызвал спасателей и пытался потушить огонь самостоятельно. Но куда там пламя было не укротить. Сделали это только пожарные. Поврежден салон и моторный отсек автомобиля «Пежо». Предварительные причины ЧП – нарушение правил монтажа или конструктивный недостаток электрооборудования. Всего же на территории Гомельской области за минувшие сутки произошло три пожара. 13 раз спасатели выезжали на оказание технической помощи и потушили возгорание травы и кустарников на площади в полгектара. В деревне Черная Вирня Жлобинского района огонь уничтожил деревянный сарай. Рассматривается версия поджога. А в деревне Радуга Ветковского района на улице Молодежной ярко горела баня. Уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и имущество. Причина ЧС – нарушение правил пожарной безопасности. В детский сад Мозыря вместе с песком привезли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Администрация планировала обновить песочницу, но кто-то из рабочих вовремя заметил взрывоопасный предмет. Из детсада эвакуировали 12 человек. Воспитанника в тот момент там не было, только персонал дошкольного учреждения образования. Саперы установили, что находка – не что иное, как 122-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Позднее он был уничтожен. Родился в такси. Водитель службы извоза оказался в экстренной ситуации, когда повез в Добруш пассажирку из агрогородка Жгунь. По пути у женщины отошли воды, и таксисту пришлось на аварийке ехать по встречной, чтобы успеть в больницу. Машины его пропускали, а врачи выбежали из медучреждения и приняли роды прямо в такси. По словам водителя, таких случаев в его практике еще не было. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Гомель поборется за бронзу национального чемпионата по хоккею на траве. Гомельчане в полуфинале в серии до двух побед уступили Брестскому строителю. В первом поединке на выезде Гомель проиграл 1-2. На домашнем газоне наши хоккеисты вновь не сумели одолеть соперника. 1-4. В серии за бронзу оппонентом гомельчан будет команда «Минск-РЦОП». Противостояние продлится до трех побед одной из команд. 1-го и 2-го августа дружины сыграют в Гомеле, 5-го – в Минске. В финале чемпионата Беларуси по хоккею на траве встретятся «Минск» и «Строитель». Состоялся третий тур чемпионата Гомеля по пляжному волейболу. У мужчин победу одержала пара Дмитрий Майоренко и Владимир Галота. Отмечу, что этот тандем в двух предыдущих турах неизменно поднимался на пьедестал – серебро и бронза. У женщин свой класс подтвердили победительницы второго тура. Елена Глотюнок и Наталья Астапук снова лучшие. Третий тур чемпионата Гомеля стал рекордным по числу участников. Состязались 27 пар. Четвертый тур запланирован на 2-е августа. Он также пройдет на стадионе «Луч». Главный внутренний старт. Сегодня в Заславле начинается чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и коной. Участие в нем примут все сильнейшие гребцы страны. А в Гомеле состязались будущие звезды белорусской гребли. На канале в Якубовке проходили областные «Олимпийские дни молодежи». Первое место в общем зачете заняла команда города Гомеля. На второй строке разместились мазыряне. На третьей – гребцы из Жлобина. Сильнейшие спортсмены в составе сборной команды области отправятся на «Республиканские олимпийские дни молодежи». Они пройдут с 11 по 14 августа в Заславле. После долгой паузы возобновились соревнования у мастеров настольного тенниса. В Минске состоялось первенство Беларуси среди юношей и девушек в возрасте 15 лет и моложе. В личных состязаниях поднялся гомельчанин Никон Шутов. Он занял второе место. В парном разряде также завоевана награда. Никон Шутов и Максим Ляхов взяли серебро. Футбольный клуб «Гомель» расстался с нападающим. Стан зелено-белых покинул Кирилл Ермакович. На счету форварда 9 матчей в составе гомельчан и 3 забитых гола. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».